Горящие, дымящие и такие манящие для части жителей нашей планеты сигареты. Об их пагубном влиянии на организм врачи говорят десятилетиями. Но число их поклонников или жертв не уменьшается. И о последствиях люди вспоминают уже слишком поздно. Целый ряд заболеваний, связанных с этой привычкой, достиг своего предела. Я поставил профилактику рака легкого. Конечно, прежде всего, это онкологические заболевания. Онкологические заболевания сегодня на 35-40% связаны с табакокурением. Сигарета в день – это уже факт курения, об этом нужно помнить. Пациент, который курит, в три раза увеличивает у себя риск инфаркта и инсульт. Данная вредная привычка абсолютно точно приводит не то, что к негативным последствиям, к необратимым последствиям со стороны сердечно-сосудистой системы, бронхологичной системы. Трудно не только лечить последствия болезни, но и саму зависимость. Более двух тысяч людей в нашем крае ежегодно обращаются в диспансеры, чтобы избавиться от вредной привычки. Многим бросить удается в течение полугода. Но из-за стрессов они рискуют сорваться снова. Получается, самый эффективный способ бросить курить – не начинать это делать. Начал в компании друзей, ну, просто веселились. Курю сейчас в основном из-за того, что много стресса и очень неудобно без сигарет стало. Много женщин покуривают, много женщин курят, когда пьют. И, конечно, женщины курят, я думаю, наравне, так же, как и мужчины. Еще страшнее, когда зависимость развивается у детей. Если вы уверены, что ваш ребенок избегает плохих компаний и ни в коем случае не возьмет в руки сигарету, то так же думают и родители детей из видео, которое прислали наши подписчики. И не стоит думать, что электронные сигареты безопаснее, говорят врачи. Доза никотина в их жидкостях в разы больше, чем в растительных изделиях. А вкусовые добавки, например, с малиной или клубникой, упрощают процесс употребления. Особенно для детей. Никотин солевой. Почему он обрабатывается кислотами для получения соли? Сразу же вот эта мелкодисперсная взвесь, она проникает глубоко в легкие. И, соответственно, токсический эффект мы получаем у ребенка, у которого длительная, другими словами, хроническая интоксикация очень серьезным ядом. Психологи рекомендуют, если вы заметили, что ваш ребенок курит, то не паникуйте. Постарайтесь выяснить у ребенка причину такого поведения и объясните последствия курения для организма. А затем подумайте вместе, чем курение можно заменить, например, спортом или другими интересными для подростка увлечениями. И по возможности постарайтесь это увлечение разделить вместе с ребенком. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.